Всем привет! Начинаем новый влог! Первым делом я хотела зайти в фикс прайс, что интересно, завезли новую коллекцию новогоднюю и очень хороший выбор. Мне приглянулись вот такие вот декоративные новогодние украшения, стоят 83 рубля, и маленькие елочки, всего лишь 124 рубля, высота 45 сантиметров. Есть белые, голубые и также традиционно зеленые. Как вы думаете, эти украшения будут смотреться где лучше, с белыми или голубыми елочками, или просто зелеными? Выбирала-выбирала и решила, просто традиционно зеленые выбрала. Кстати, не обращайте внимания, у меня немножко голос сел. Вчера снимала буквально этот влог, а сегодня приболела, видимо, заразилась в транспорте. Время покупать верхнюю одежду, думаю, зайти в золо. Там часто есть хорошие модели и не за очень высокую цену. Первое, что мы видим, черную и лавандовую курточку, можно сказать пуховик. Стоит 7000 рублей, максимальный размер 2XL. Указано, что специально для зимы. Высокое здесь горло, металлическое, цвета серебра, молния. Есть капюшон, очень удобно. Также есть и черненькое, металлическое здесь молния. Выпирают здесь у нас карманы 7500 и максимальный размер 3XL. То есть есть большие размеры. Такой вот барашек, капюшончик. Рядом заметила шубы-барашки, такого кремового цвета. На пуговицах, но это не совсем, мне кажется, теплая вещь, а больше декоративная. Имеет функции. Стоит 7500 максимально XL. Красивого цвета. Коротенькая куртка, кто не любит длинные. Красивый прям цвет, мне очень понравился. Есть карманы большого количества. По стоимости сейчас посмотрим. 6500 максимально L, тоже для зимы. То есть здесь небольшие размеры на эту курточку. Очень нежная, такого вот лавандового цвета. Стоит она 6000 максимально XL. Мягкая такая на ощупь меховушка. Идет на молнии куртка. Скрытые здесь карманчики на клепках. Заметила еще рядом похожую в белом цвете. Немного уходящая в крем. Стоит она 6000 максимально XL. Но это ближе, мне кажется, для осени, не для зимы. Еще симпатичная нашла джемпер. Вот такой вот красивый. Здесь есть значки. Изображен полумесяц. Кошки черные, кто любит. Кошек, думаю, заценят. По стоимости сейчас посмотрим. Стоит 2300 максимально L. На ощупь, конечно, это акрил. И такая вот крупная здесь вязка. Есть еще белая фиолетового цвета. На ощупь поприятнее уже идет. Такие вот интересные здесь узоры. По стоимости она идет по скидке 2000. Максимальная L. Небольшая скидка, но все же приятно. Мне кажется, это смесь акрила и хлопка. Вот такая вот на ощупь приятная. Кто любит яркие рисунки, вот такая вот пандочка. Чтобы повысить свое настроение, можно приобрести пандочек. Стоит такая тоже по скидке. 1600. И максимально уже XL, чуть побольше. И звезда этого влога. Мне очень понравился этот пуховик. Цвет. Я обожаю зеленый такой цвет. Довольно-таки длинный пуховик. Кармашки есть. Все как надо. Такие вот наклепки. Стоит она 7000. Без скидки. Максимальная L. Это подходит для зимы, что очень удобно. Высокая здесь прям стоечка. Есть капюшон. В этом же торговом центре есть Галамарт. Давайте посмотрим, что здесь интересно. Огромные шары за 220 рублей. Большой выбор игрушек. От 100 и выше. Примерно по такому ценнику. Очень милые медвежатки. Белого цвета. Полярные медведи. Огромное количество посуды. Будет год. Динозаврика. Или дракончика стоя 220 рублей. Есть разные дизайны. Нашла раздел все по 150 рублей. И очень удивилась, так как я нашла такую корзинку. В фикс прайсе есть точно такая же за 100 рублей. А здесь 150. То есть в фикс прайсе будет намного дешевле. Салфетки для сушки посуды. Есть бежевые и голубые. Размер 38 на 50 сантиметров. По салфеткам, мне кажется, неплохая цена. Можно присмотреться. Различные еще ершики. Также есть и вот такие вот корзиночки. Наверное, такие плотный пластик. Огромное количество разделочных досок из бамбука. За 199 рублей мне очень понравилась разделочная доска. Она такая маленькая, уютная. Думаю, приобрести. Есть еще и другие размеры. Другие ценники. Чем больше, конечно, соответственно, и дороже. Такая вот 400 рублей. Есть и за 220 по красному ценнику лучшая цена. Неплохой выбор. Различный разделочный доск в Галамарте. Поэтому нужно иногда приглядываться. Постоянная моя покупка за 11 рублей пакеты для завтрака. Здесь их 50 штучек. Размер 17 на 28. Шикарная цена. Думаю, приобрести. Сегодня я совершила небольшие покупки. Я была в Галамарте и Фамилия. Первое, что я купила, это доска разделочная. Она небольшая, 23 на 15 сантиметров. И ширина 1 сантиметр. Сделана из бамбука, производства Китай. Вот так она выглядит. Читала в некоторых статьях, что пластик нежелательно использовать. Точнее, пластиковые разделочные доски. Поэтому решила заменить. Она не очень тяжелая. Будет легко мыть. Если нужно что-то нарезать небольшое. Какую-то колбаску, хлебушек. Что-то типа того. Думаю, будет отлично. И стоила она 199 рублей, по-моему. Хорошая цена, мне кажется. Еще приобрела такой вот дуршлаг. Из фамилии. Он сделан из нержавеющей стали, как я поняла. Довольно-таки большой. По бокам есть удобные ручки. И стоит он, стоил он точнее, 269 рублей. В других магазинах 1249 рублей. Не знаю, насколько это правда. Но 270 рублей вполне хорошая цена. Как вы думаете, это не пластик все же. Я недавно приобрела дуршлаг из магазина Светофор. Сейчас покажу его. И, если честно, сейчас принесу и покажу. Вот он, этот дуршлаг. Если честно, он мне не очень нравится. После того, как я сварила макароны и решила слить воду, начинается такой вот запах. Какого-то пластика, силикона. И мне кажется, это все впитывается в макароны. И это, конечно, не очень полезно. Брали ли вы такие вот дуршлаги из силикона? Есть ли запах? И как вы думаете, это безопасно или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я решила не рисковать. Приобрела вполне недорогой. Такой вот металлический. Так что буду ждать ваших отзывов, комментариев. Хотя такая штучка будет полезна. Вероятно, помыть какие-то ягодки, небольшие, допустим, закупки фруктов, огурчики. Там не нужна никакая горячая вода, только холодная. Поэтому, в принципе, возможно и неплохая вещь. Что удобно, что складная.